Всем привет, с вами Поляк, и данное видео, точнее даже аудиозапись, я записываю в честь того, что буквально на днях, а именно 6 февраля, количество подписчиков на моем канале достигло психологически важной для меня отметки в 10 тысяч. Это, конечно, не какие-то сверхпоказатели, их могло быть за несколько лет моей деятельности больше, а могло быть и меньше. В любом случае, я имею то, что имею, и, честно говоря, рад этому. Вот, и, безусловно, для начала хотелось бы поблагодарить всех вас, тех, кто интересуется моим творчеством, так называемым творчеством, тех, кто оценивает, дает объективную, адекватную критику, кто наблюдает, интересуется и так далее. В общем, всем вам спасибо, я продолжу свою работу в тех же форматах, в каких примерно сейчас ее и осуществляю. Вот, конкретно на данный момент у меня особо нет времени выпустить прямо на днях какое-нибудь видео, но в ближайшее время я уже планирую что-нибудь произвести, и у меня как бы в планах, то есть несколько задумок. И я бы хотел о них рассказать, как это я традиционно иногда делаю в своих видео, которые позже, в принципе, удаляю, но это не суть. Вот, одно из таких видео, это обзор модификации GTA San Andreas под названием GTA United, версия, по-моему, 1.2.0.1. По-моему, это последняя версия, но поправьте, если не так. Значит, также есть задумка, это, в принципе, уже не новость, это секреты и тайны модификации GTA San Andreas, которая называется GTA Alien City. Я немножко покопался в этой модификации, и там действительно есть что показать, может, и не в таких масштабах, как в Криминальной России, но, тем не менее, без интересности не обошлось. Но, опять же, для создания такого видео нужно время. Также есть пара мыслей не для отдельных видео, а конкретно для таких небольших мини-проектов, я бы сказал. Значит, одна из них, из этих идей, это такая серия монологов, то есть это такое простенькое видео, где я адекватно, объективно постарался бы рассказать о некоторых насущных темах в сфере GTA, поговорить, немножко порассуждать. Ну, и, в частности, конечно, GTA San Andreas будет фигурировать в этих разговорах. И, значит, еще одна мысль, это выпустить некоторые такие нарезки, что ли, моментов игровых, которые у меня накопились, наверное, за несколько, вот, ну, вот и так с 11-го они у меня копятся на компьютере, и, честно говоря, их, жаль, удалять, выбрасывать. Хотелось бы их склеить и выложить на показ, потому что там действительно найдется что-то интересное, забавное. Это могут быть случайные трюки, игровые баги, какие-то еще моменты из игры и так далее, которые, естественно, не ожидались, и в результате были записаны на фрапс. Вот, то есть вот примерно вот такие четыре задумки для будущих работ я перечислю, то есть два видео и два мини-проекта. Ну, это, естественно, просто на более такой ближайший срок, а, конечно, в итоге их может получиться намного больше, и деятельность на этом вовсе не останавливается. Я бы хотел от вас услышать, даже, так сказать, просчитать в комментариях пожелания о том, что бы вы хотели увидеть впервые, или какие вообще мысли вам понравились, не понравились, или какие-то свои идеи подложить. То есть не то, чтобы я в поисках идей, у меня всегда, в принципе, есть какие-то свои мысли о том, что я могу в будущем реализовать. Но все равно мне интересно вас послушать, возможно, что-то интересное я обязательно на будущее отложу и займусь этим потом. Так что, опять же, благодарю всех за внимание, 10 тысяч это очень круто, всем вам спасибо, и жду ваших отзывов в комментариях. До встречи!